Я с вами подружу. В этот день в Попенской школе-интернате было особенно многолюдно и весело. Хозяева тепло и радушно встречали гостей. Здесь отмечали 60 нескучных лет. Почему нескучных? Потому что это дети. Потому что мы в таком храме, где живут дети. А где живут дети, там не бывает скучно. Понимаете? Ни нам, ни им, ни работникам. Сегодня в школе учатся и живут 90 воспитанников. Это ребята от 7 до 18 лет со всего Приднестровья. Все они разные, но всегда вместе. Мы очень разные. Вы знаете, какие семьи у них были, откуда они пришли. От кого-то отказались, может, еще в утробе матери. Поэтому они очень разные по своей психологии, по своим интеллектуальным качествам, физическим. Но настолько они здесь сплачиваются в одну семью, что они становятся на самом деле вместе. Живут вместе. Как живут, об этом рассказала одна из воспитанниц школы-интерната. Это наша рабочая. Здесь мы отдыхаем, смотрим телевизор, занимаемся своими любимыми делами. Это первая спальня девочек. Все красиво, нам очень нравится. Я планирую поступить на стоматологов в городе Располь. У меня была мечта с самого детства. Я люблю медицину. Долго решалась на этот шаг. И моя крестная, но у нее проблемы с зубами. И у меня есть мечта помочь ей. Пока Елена проводила экскурсию, началась концертная программа. К юбилею школы воспитанники готовились тщательно и с душой. Приготовил музыкальные сюрпризы педагогический коллектив учебного заведения. Вместе весело шагать нам по школе, нам по школе, нам по школе. И следить, что ты не сон, не не шокин, не не шокин, не не шокин. Поздравить школу-интернат с этим знаменательным событием были рады и друзья. Детский сад из села Попенки. Вокальный ансамбль «Днистрянка» под руководством Александра Токарева. Артисты рыбницкого коллектива «Стардэнс» вместе с саксофонистом Анатолием Пчеловым. Были и другие подарки. Причем все те, в которых школа особо нуждалась. Стиральные машины, сушилки для рук, телевизор, теплая верхняя одежда. Был среди подарков и такой большой по размеру, что его пришлось оставить во дворе школы. На основании решения Совета директоров Молдавского металлургического завода мы вам дарим, на мой взгляд, очень нужный подарок, очень функциональный. Здесь вы сможете спокойно путешествовать, перемещаться, посещать зоопарки, цирки, театры, кинотеатры, города. Мы вам дарим большой автобус. С праздником! Путешествуйте побольше и познавайте этот мир. Отметили в этот день и работников педагогического коллектива. Им вручили медали, грамоты и благодарственные письма. Особенно теплые слова прозвучали в адрес тех, для кого школа-интернат стала не просто работой, а жизнью для ветеранов. Привите эти цветы, знак благодарности от наших учеников. Сегодня в школе сохраняется стабильный педагогический коллектив, в числе педагогов и бывшие воспитанники школы. Продолжение следует... Продолжение следует...